Всем привет! Плохо заточенные ножи несут не только неудобства использования их в деле, но и головную боль для мужчины. Потому что ваша жена вряд ли оставит вас в покое, если у вас в доме будут постоянно тупые ножи. Но исправить эту небольшую проблему поможет вам этот точильный станок от проверенной и надежной фирмы Ганза. Не пугайтесь его размеров и внушительного вида. Все легко точится без всяких проблем. Причем очень качественно заточить можно любые ножи, начиная от кухонных и заканчивая охотничьими и складными. И в свою очередь мы сегодня с вами заточим вот эти интересные и совсем разные ножи. Но давайте разбираться по порядку. Приходит точилка в заводской упаковке. В ней находится сам точильный станок в разобранном состоянии. Скажу заранее, что собирается он без проблем. Мягкое синее полотенце, видимо для протирки. И компактный мешочек с маркером и четырьмя точильными камнями на 120, 320, 600 и 1500 грит. Это для хорошей заточки лезвия. А также есть подробная инструкция на русском языке по сборке и заточке ножа. Причем все расписано подробно и очень доступно. Собирается станок буквально за считанные минуты. Для того, чтобы он уверенно был закреплен на столе, у нас есть большая присоска. И она очень мощная. Перед присасыванием инструмента хорошо смочите ее и с усилием прижмите и проверните маленький рычажок. Присасывает так, что легче кусок стола вырвать, чем сдвинуть точилку. Тут прям хорошо получилось. Кстати, на горизонтальной оси есть разноцветные отметки. Это метки угла заточки. Сейчас вы видите, какой угол отображает каждый цвет. Это очень полезная шкала. С ней вы без проблем будете ориентироваться, какой угол вам нужен. Перед началом заточки я замочил точильные камни в воде на несколько часов. Это лучше делать, так как камни будут лучше точить. На лезвии ножа, который собираетесь точить, проводим маркером по углу заточки, чтобы поймать угол. Прикладываем на площадку нож и начинаем выравнивать самым грубым лезвием на 120 грит. Кстати, для зажима ножа есть очень надежная пластина. Идеально будет, если вы будете точить нож по уже имеющимся угле заточки. Так вы заточите гораздо быстрее. На первом ноже я попал в угол. Это видно по снятию маркера. Кстати, рекомендую иметь с собой лупу. Так вы лучше увидите угол ножа. Далее продолжаем заострять камнем на 360 грит. Протачиваем от середины ножа к краю. Не спеша и сильно давить не нужно. По пару минут на каждую сторону. И так далее с камнем на 600 и 1500 грит. Долго заострять нож я не стал. И всего примерно за 10 минут я заточил нож до прекрасной остроты. Если поиграться дольше, то до бритвенной заточки можно заточить без проблем. Если вас интересует, как затачивают профессионалы и их тонкости с помощью такого станка, то ссылочку на видео я оставил в описании. Я сам посмотрел и там есть чему поучиться. Второй нож я затачивал складной. С его заточкой не было никаких проблем. Но вот с таким самодельным мачете я немного поигрался. Угол пришлось править по-новому. Начиная от 120 камня и до 600. Причем сами можете видеть длину лезвия. Но заточить его не составило особого труда. Такие длинные клинки точить нужно поэтапно. Разделив клинок на три зоны. Сначала первую часть затачиваем, потом вторую и третью. Сильно заморачиваться я не стал, но даже после 10 минут заточки удалось вывести угол и заточить его. Вот видно, как ножи режут твердую колбасу из конины. Тупым ножом никак такое мясо не порезать. Если вам понравился ролик и был полезен, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А если вам приглянулась эта точилка, то ссылку на нее я оставил в описании. В скором времени я познакомлю вас еще с одним точильным инструментом. Он будет портативнее и меньше в размерах. Так что жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни один интересный познавательный ролик. На канале есть еще много видео с моими тестами. Переходите и смотрите. Спасибо за просмотр видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok